Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас приветствует Иенаульская студия телевидения. Сегодня пятница, 27 мая. Ознакомьтесь, пожалуйста, с новостями. По информации, полученной нами из Управления сельского хозяйства и продовольствия, в районе завершаются посевные работы. На площади 57 808 гектаров засеяно ранних яровых культур, что составляет всего 100%. Хозяйством района осталось завершить сев поздних культур, таких как кукуруза. Засеяно всего 2806 гектаров, осталось засеять 150 гектаров. Гречихи засеяно 352, осталось 624 гектара. Особый предмет заботы Управления сельского хозяйства и продовольствия – картофель. Всего засеяно на сегодняшний день 195 гектаров. Непонятную позицию по утверждению начальника управления Алимбаревича Салихова заняли колхозы «Правда» имени Калинина, Энгельса, «Мир», «Родина», «Ленин», «Карно». Так что от этих хозяйств, в общем-то, зависит, будем ли мы нынче с картошкой или нет. Продолжение сельскохозяйственной темы – вести из колхоза «Коммунар». На сегодняшний день в «Коммунской бригаде» надаивают от одной коровы 8,5 килограммов молока. Большое значение в этом играет открытие летнего лагерного сезона. В день здесь всего надаивают 1600 килограммов. Доярки Асатавы, Гакефа и Галия, Фардиева, Фанзеля, Гордость молочной товарной фермы номер 2. Неплохо трудятся на откорме скота в карманской бригаде Сулаев, Фатыхнур, Шакирьянов, Рамзи, Саттаров, Фануз. Уважаемые телезрители, следующая наша информация о ходе подписной кампании. Собеседница, начальник отдела распространения печати города Янаул Рита Нуховна Садриева. Рита Нуховна, заканчивается подписная кампания на второе полугодие 1994 года. Сегодня можно ли подвести кое-какие итоги? Да, действительно, сегодня завершается подписка на центральные газеты и журналы на второе полугодие 1994 года. Сразу же хочу сказать, что кто еще не успел подписаться по каким-либо причинам, мы готовы принять вас сегодня в течение всего дня. Что касается итогов подписки, то они подводятся. По предварительным данным, подписка на центральные издания несколько ниже по сравнению с первым полугодием 1994 года. Здесь, видимо, причина одна. Это отсутствие финансовых средств на предприятиях, задержка с выплатой, заработной платы, но и самые главные высокие цены. И, несмотря на трудности, в основном наши читатели остались с нами. У нас имеется прекрасный опыт работы через предприятия. В этом году мы также воспользовались этим преимуществом. Многие руководители пошли нам навстречу. Передо мной имеются сравнительные данные по предприятиям. Многие предприятия достигли уровня первого полугодия 1994 года. Это масса-сыр-комбинат. Сравнительные данные я привожу с первым полугодием. Это 248 экземпляров было в первом полугодии, ну а сегодня 252 экземпляра. Элеватор 350, 278. Совхоз-завод 190 экземпляров, а сегодня 246. Городской отдел внутренних дел 174, а сегодня 160. Сбербанк 67 экземпляров, а сегодня 40. Агропромбанк 112, 151. Автотранспортное предприятие 294, 256. Завод стройматериалов 157, 125. Межрайбаза 180, 155. Также многие цеха НГДУ «Краснохолмснефть» также достигли уровня первого полугодия 1994 года. Имеются организации, где так и не достигли определенных результатов и снизили тиражи. Это райбольница, многие подразделения железной дороги, школы города и района. Тем не менее, читатели наши пришли к нам и оформили все необходимое. Рита Нуховна, кому и какие льготы были предназначены в период подписной кампании? Да, уже третий год из бюджета местной администрации, постановлением главы администрации Назира Загитовича Зиязова, выделяются денежные средства на подписку. Это для малоимущих, участников Великой Отечественной войны и многодетным семьям. Вот и в этом году было выделено 10 миллионов на подписку. Также на основе прямого договора с редакцией газеты «Советская Башкирия» снижена цена на газеты «Советская Башкирия». Цена ее составляет 10 800 рублей. Также имеются льготы на следующие республиканские издания. Это «Башкортостан», «Казултан», «Известие Башкортостана». Цена составляет 12 582 рубля. «Вечерняя Уфа» — 10 482 рубля. «Российская газета» — 20 460 рублей. И «Российская газета» субботний выпуск — 11 520 рублей. Сразу же хочу сказать, что подписка на издания нашей республики в этом году, в том числе и на районные газеты «Янаульские зори», продолжается до 15 июня. Но сегодня мы ждем вас в нашем отделе. Уважаемые телезрители, у вас есть прекрасная возможность выписать центральные газеты и журналы. Спасибо за внимание. Уважаемые телезрители, завершается учебный год. Поэтому вашему вниманию мы предлагаем подборку информации о школьной жизни. Очень сложные, порой непредсказуемые явления в общественной жизни порождают большие проблемы перед народным образованием. Ибо воспитание, обучение, развитие детей, школьников, даже студентов полностью переложено только на плечи учреждений народного образования. Сейчас и обучение, основу наук, и организация досуга детей и подростков остается заботой только школ. Клубные учреждения сами переживают не самый легкий период. И отдел народного образования, его методический кабинет начали практиковать дни открытых дверей в сельских школах. Вот такой мост перекинулся дружбой между Иткинеевской и Ижболдинскими школами. Иткинеевской и Ижболдинской неполной средней школой. Сегодняшнее мероприятие посвящается духовному развитию детей наших школьников. В основном, это не первое мероприятие. Наше такое мероприятие проведено было между школьниками Орловской средней школы и Новортаульской школой. Цель. Во-первых, знакомство школьников между собой, изучение стиля работы ученических и учительских коллективов. И возрождение национальных традиций, татарских, русских традиций. Такие же мероприятия у нас пройдут такой же мост дружбы. Планируется проводить между учащимися Максимской и Варежбашевской неполной средней школы. Хозяева и жболдинцы радушно приняли всех учащихся с 5 по 9 класс и педагогов. Дети сегодня вместе занимались на уроках иностранного языка, физики, математики, биологии, русского языка. Девочки 8-9 классов обеих школ состязались на конкурсе «Татарка за Гузаля». А 5-6 классы соревновались на этапах игры «Веселые старты». Как подобает гостям, иткениевцы приехали с гостинцами. Фольклорная группа подготовила специальную программу из татарских песен. Разнообразные татарские блюда, приготовленные руками учащихся учителей обеих школ, поражали изысканностью и качеством приготовления. Мост дружбы перекинут, пусть он будет долговечным и прочным. Мост дружбу! «По talkinка, лайком!» «Наклику!» «Наклику!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершается учебный год также и в городской школе искусств. Подводятся итоги, сдаются выпускные экзамены. Недавно здесь состоялся отчетный концерт учащихся и педагогов перед родителями и гостями. Уважаемые телезрители, вашему вниманию мы предлагаем фрагменты отчетного концерта. Сейчас на ваших экранах вы видите выступление ансамбля народных инструментов преподавателей школы искусств, солистка Халиса Исламгалеевна Насибулина. ПЕСНЯ 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 Выступает старший хор под руководством Альфии Закиевной Насреддиновой. Музыка Струева, слова Ибряева, школьный корабль. Музыка А сейчас вы видите выступление младшего хора под руководством Насибулиной Халисы Исламгалиевной. Музыка Вокальный ансамбль первоклассников исполняют песню «Мамонтенок» музыка Шаинского «Слова непомнящей». Музыка Музыка Вокальный ансамбль выпускников под руководством Миньяхметова Альбины Нурзивны исполняют песню «Яшель-Урман», написанную на музыку выпускницы Архматулина Дилары. Вы видите, с каким увлечением играет оркестр народных инструментов учащихся под руководством Шакирова Мавлиза Халимьяновича. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень понравился гостям и зрителям ансамбль кардионистов руководитель Динара Хабибрахмановна Кельметова. Субтитры создавал DimaTorzok Для ребят учебный год в школе искусств завершился, а для преподавателей нет. Они продолжат свою работу, а ребята, надеемся, за лето не позабудут свою школу. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят! Их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. По всему Большому СНГ 25 мая для выпускников в школу прозвенели последние звонки. Города и села наполнились белыми фарточками, цветами, счастливым смехом малышней, завершивших очередную ступень школ. Для 596 выпускников нашего района также прозвенели последние школьные звонки. Сегодня, уважаемые телезрители, мы расскажем вам о празднике последнего звонка, который состоялся в Кармановской средней школе. Почему именно об этой школе? Честно говоря, школа эта сама по себе не совсем обычная. Карманово, хотя и носит статус деревни, немалая железнодорожная станция. Рядом поселок Энергетик. Если в обычных средних сельских школах сегодня обучается чуть больше 100 детей, здесь же их 740. Да и педагогический коллектив немалый, 48 человек. Руководит этим большим домом хрупкая женщина, очень добрая, когда надо, и очень строгая, Хамматова Фагеля Ахуновна. Ну а праздник начался. 29 выпускников Кармановской средней школы сегодня простятся с остальными учащимися, идущими за ними следом. Прозвенит последний звонок, и впереди из всего огромного школьного мира, как испытания, останутся только выпускные экзамены. Классный руководитель этих ребят, Рустам Фаизович Мавлеев, педагог 17-летним стажем работы, сам выпускник этой же школы, не скрывает своего волнения. И директор Фагеля Ахуновна, и Альфина Равкатовна, организатор внешкольных мероприятий, да и Рустам Фаизович в один голос утверждают, что класс этот был очень сильным. Достаточно сказать, что 16 из 29 учащихся кончали школу на 4 и 5. Решением педсовета по допуску к экзаменам Мавлеевой Гульнаре, выпускнице, решено вручить серебряную медаль. Она два года подряд занимала первое место в Республиканской Олимпиаде по русскому языку и зачислена студенткой Башкирского государственного педагогического института. Кстати говоря, не менее пяти выпускников мечтают поступить в высшее учебное заведение. Большая заслуга в этом и педагогического коллектива. Трудно кого-либо из учителей выделить в этом сильном коллективе. Есть здесь и опытные учителя с многолетним стажем работы, и молодые педагоги, начинающие трудовую биографию. И все же Фагеля Ахоновна выразила свою благодарность Муртазине Альфине Равкатовне, Тазидиновой Миляуше Габбасовне, Бодрединовой Флориде Саитовне, Арслановой Сарей Шариповне, Отногуловой Сагиме Кашаповне, Мухаммеддиновой Зуе Дмитриевне, Марсу Сабировичу Сабирову и многим-многим другим. Всех выпускников поздравила директор школы Фагеля Ахоновна Хамматова. Немного грустный. Завидливый средю школьный звонок. На их лицах и грусть, и радость. Грустно от того, что им предстоит скоро расстаться с родной школой, с классным коллективом и с учителями. Класс стали для них старым родным домом. Нынешний выпуск приходится на очень непростое, трудное время, связанное с переходом к рыночным отношениям. Ваша задача, дорогие выпускники, не бояться трудностей, не терять ориентиры. Везде и всюду сохранить человеческое достоинство. У вас есть все основания быть оптимистами, надеяться на лучшее будущее, верить в него, потому что вы молоды, здоровы, у вас горячее сердце, светлая голова и сильные руки. Каждый из вас способен и может пробить себе выбранную в жизнь дорогу. Дорогие выпускники, школа делала многое, чтобы в большую жизнь вы ушли, обогащенные знаниями и умениями, чтобы как можно скорее определили в ней свое место. Мы, учителя, были вместе с вами не только в классе, на школьных линейках, не только учили математике, истории, языкам, мы учили вас жизни. Вместе с вами трудились на субботниках, работали рядом в колхозе, вместе оборудовали классные кабинеты, сажали деревья и святы, ходили в туристические походы, участвовали в художественной самодеятельности. Всего, конечно, не перечислили. Видимо, здесь и рождались за их коллектива. Поздравляю я вас с сегодняшним праздником, праздником последнего звонка. Желаю вам доброго здоровья, успехов на экзаменах и всего всем нового благополучия. Также выступили председатель колхоза Коммунар Шай Мухаммедов Карам Каримьянович, классный руководитель Мавлеев Рустам Фаизович. От имени родителей выпускников выступила Давлет Шина Вазимати Мархануна и заместитель главы администрации города и района Фархудинов Взляков Мулаенович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok